привет всем данным роликом я хочу не открыть некую дискуссию заложить пока только основу или направление для довольно объемной интересной темы и противоречивой темы можно возможно даже несколько скандальной темы а именно попробовать взглянуть новым не совсем стандартным образом на взаимоотношения человека и собаки можно начать оттолкнуться с более общего явления человек и животное когда между ними есть отношения я не имею ввиду человек и дикое животное имею до животное который живет с человеком они составляют собой систему и эта система обладает свойствами отличными от просто человека вообще собачники эта тема которая мало кого оставляет равнодушным есть целый ряд стереотипов до некоторой степени оправданных до некоторой степени неоправданных стереотипов о том кто такой типичный собачник причем разные стереотипы для собачника женского пола и собачника мужского пола есть негативные стереотипы и достаточно много есть позитивные стереотипы тоже такие есть много копий сломано на тему разницы между собачниками и кошатниками и эта тема скорее всего вылезет в этом обсуждении и что-то проявит. В основном, конечно, хочется сделать акцент на человека с собакой в городе, потому что в селе или в какой-то специфической области это будет выглядеть иначе. Или, например, собака на специальной службе в качестве служебного животного. Это другой аспект. Но это будет только частный случай более общего подхода. С одной стороны, собака друг человека. С другой стороны, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это уже немножко ближе к той теме, которой я хочу коснуться. Или, например, мужчины. Когда их нужно коллективно унизить, то их сравнивают с собаками, с одной стороны. Это бесконечная тема в виде плакатов и карикатур. С другой стороны, примерно те же художники на других карикатурах изображают, скажем, разочаровавшуюся в мужчинах женщину, которая заявляет что-то типа, что настоящую дружбу она получает от собаки. Дружбу, преданность, любовь и так далее. Это уже ближе к теме мужского движения. То есть женщина таким образом что-то замещает или что-то протезирует. Я сейчас поясню, в каком смысле я имею в виду слово протезирует. Я много раз вспоминал маршала Маклюэна и его подход к анализу медиасреды и изменения в сенсорном профиле человека. В широком смысле Маклюэн трактовал любой предмет или технологию как расширение некой человеческой функции. Например, одежда и дом – это расширение функций кожи. Колесо – расширение функций ноги. Электрическая схема – расширение нервной системы. Оптические приборы – очки, бинокли, микроскопы, телескопы и так далее. Расширение зрительной системы. Телефон – расширение звуковой системы. Ну, сейчас уже в наше время, конечно, спарены с расширением и нервной системы тоже. Ну и дальше анализировал, как вот эти новые увеличенные, чаще всего увеличенные способности человека, как они влияют на всю культуру в целом, на всю среду. Потому что человек фактически перестает быть своей прошлой ипостасией и становится каким-то новым существом, совершенно новыми возможностями. С новыми возможностями он и ведет себя по-другому. У него меняется вся логика существования, и она отражается в культуре. Это была центральная тема в исследованиях Маклюена. И Нил Посман ее продолжал. Например, помните, когда в Маугле Каа говорит молодому человеку, что, мол, ты слабоват, у тебя слабые когти и зубы, а рано или поздно тебе придется столкнуться с серьезными врагами, в том числе с Шерханом. И он говорит, тебе нужен железный зуб. То есть удав понимал, что вот эта железяка, которую Маугли потом нашел, она является заменой или расширением его зубов и когтей. Вот что такое нож, по сути. Когда человек смотрит на что-то в микроскоп, он опускается до уровня насекомого, а в принципе может даже опуститься и до уровня бактерий или одноклеточного существа. Когда человек смотрит в телескоп, он становится великаном, гигантом, размером с мифического Титана, который может смотреть на Луну так, что она занимает все поле зрения. Человек, который так видит Луну, уже не тот человек, который видел ее в обычном размере. Что такое человек с собакой, с этой точки зрения? Собака представляет собой целый набор расширений, даже перечислить все эти расширения будет отдельной задачей. И человек, который просто идет по улице с собакой, уже не есть просто человек. Он несет с собой ряд усилителей своих функций, естественных функций. И, возможно, об этом тоже стоит подумать, собака выступает и ослабляющим элементом некоторых его естественных функций. То есть в чем-то она его усиливает, в чем-то ослабляет. Но в любом случае человек с собакой это не есть просто человек. Это, по большому счету, другая разновидность человека. Особый сорт, можно сказать, раса людей. Конечно, можно выделить характерные подрасы. Например, вы можете встретить на улице человека с очень маленькой собачкой. Такие, которые умещаются на ладони или в дамской сумочке. Один сорт собаки. Она тоже что-то протезирует, тоже что-то расширяет и что-то ослабляет. Вопрос, что? Можно встретить среднюю собаку, а можно крупную. Или даже особые разновидности, например, так называемые бойцовые породы собак. Это уже будет подраздел среди крупных собак. Все эти собаки протезируют какую-то функцию человека. Может кто-то из вас помнит, был такой фильм, не особо известный. Назывался «Спасательная капсула» или что-то в этом духе. Там почти весь сюжет происходил на космической шлюпке, которая была отстреляна от большого космического корабля после какого-то большого ЧП. И эта шлюпка была единственная, которая спаслась. Там с этим связана отдельная история детективная. И все действие фильма происходит внутри этой шлюпки. Там сложные взаимодействия, когда много людей, разных людей, случайных, собрались в одном пространстве. Им нужно выживать, им нужно принимать решения. Там происходят странные вещи и даже преступления. И там был такой герой, карлик из обслуживающего персонала, у которого не было одной руки, а вместо нее была такая электромеханическая конструкция, мультитул, на которой можно было менять насадки. В какой-то момент в фильме он говорит, что он согласился на эту операцию добровольно, то есть ему отняли здоровую руку только для того, чтобы ему повысили оплату труда. То есть с этой рукой он получил возможности на более высокооплачиваемую деятельность. На его примере хорошо видно, что с одной стороны он стал больше, чем человеком, потому что у него, например, есть встроенная пила, или отвертка, или сварочный аппарат, или гидролические кусачки, и еще много чего. С другой стороны, он стал менее человеком, потому что у него нет второй руки. Он такой киборг, гибрид между человеком и роботом. Я попробую вставить опрос прямо сюда, он должен сейчас появиться в углу. Но если не получится, или если эту возможность отменили, то точно такая возможность остается на закладке сообщества, комьюнити. Так что я туда все равно вставлю опрос, если здесь его не будет. Подумайте, на вскидку, из нескольких главных пунктов, которые приходят в голову, какую часть человека расширяет или уменьшает собака. Список вариантов, конечно, небольшой, список не исчерпывающий. Позже я хочу поговорить про это подробнее. Может быть, даже в виде совместной записи с кем-то. Лучше всего, конечно, с кем-то, у кого более-менее равновесный взгляд на тему собак. То есть не люди, которые их любят больше, чем людей, и не те люди, которые их ненавидят и требуют их полного уничтожения. Кто-то из золотой середины. Ну, а в свободной форме можете писать комментарии. Любые комментарии, но по возможности цензурные, пожалуйста. По мере того, как количество семей и вообще связей в реальном мире падает, оно будет падать синхронно с нарастанием количества связей в виртуальном мире. Роль собак и животных вообще, домашних животных, для одиноких особенно людей, она, скорее всего, будет возрастать. Законы, касаемо собак, очень сильно различаются в разных странах и опираются на разный культурный контекст. И есть слой мифологии, который связан с собаками. В разных странах иногда собаки считаются примером и образцом поведения и некоторых высоких качеств, которые считаются должны быть у человека. В других странах человека сравнивают с собакой в негативном смысле. То есть признают у собак ряд характерных негативных свойств. У церкви сложное отношение к собакам, хотя официальной позиции церкви на этот счет не существует, но есть некая устоявшаяся концепция, которая, в общем-то, общение с собаками не приветствует. Хотя, да, были некоторые святые и подвижники, которые владели собаками, и вроде даже иногда их собаки пускали в храм, хотя это вообще изрядно выходящий случай. При этом на кошек, при всех их негативных свойствах, а у кошек достаточно своих негативных свойств, на кошек этот запрет не распространялся. Что интересно. Насколько я знаю, иудеям, тем, кто придерживается религиозных канонов, у них запрещается или как минимум не приветствуется заведение собаки в качестве животного для удовольствия, для развлечения. Только в качестве инструмента для какой-то внешней функции. То есть, если она нужна, нужна для выполнения определенной работы, как охрана или еще что-то в этом духе. То есть, собака в будке на цепи, снаружи дома, окей. Собака в доме, из которой едят из одной тарелки, или сидит за общим столом, не окей. Вы наверняка сталкивались с людьми, которые считают животных или конкретно собак членом своей семьи. И они говорят об этом прямо. Пока, на вскидку, я только скажу, что лично я, при всем том, что у меня равновесное отношение к собакам, но мне никогда не хотелось завести собаку в городе. Я вообще не понимаю собак в городе совсем. С одной стороны, я был и покусан, естественно, как и большинство людей, когда-нибудь в своей жизни. С другой стороны, будучи ребенком, я и ночевал в будке с собакой, с большой собакой. И жизнь, конечно, была бы неполной без этого опыта. Однако сильное сближение, психологическое сближение, слияние с собакой, мне кажется, скорее, опасным явлением, которое сильно, негативно и незаметно влияет на психику человека, меняет человека. Человек с собакой сам становится другим человеком. Он иначе видит мир, иначе видит других людей, и иначе видит собак, конечно. И это аспект, который, я думаю, стоит учитывать всем мужчинам, которые, ну, более или менее причисляют себя к Мэктау, или по факту ведут такой образ жизни, и думают, что вот это некое пустое место или там слабую сторону в себе они могут заполнить с помощью собаки. Мне кажется, это серьезной ошибкой, и это повторение того, что женщины сделали уже довольно давно. И результат, как мне кажется, так себе. Если вы когда-нибудь сталкивались с женщинами, владельцами собак, особенно, не дай бог, фанатичных владельцев собак, то вы знаете, что это женщины своеобразные. В общем, как-то так. Хочется поразмышлять на эту тему, так что пишите в комментарии. Особенно интересны были бы инсайты от людей, которые были владельцами собак или сейчас являются, и тем не менее понимают вот эти аспекты, про которые я сейчас говорил. То есть видят и оборотную сторону. Не только светлую сторону владения собакой, но и темную сторону. Как эта темная сторона влияет на владельца. Как-то так. Всем пока, удачи. Если вверху есть кнопочка с опросом, то поучаствуйте, пожалуйста. Счастливо. 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 Продолжение следует...